Быстрее, выше, сильнее. В историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная Международному Олимпийскому дню, который отмечается 23 июня. Денис Севков одним из первых познакомился с экспозицией. Александр Винокуров, Дмитрий Бабенко, Маргарита Мукашева. Спортсмены, которые не раз поднимали флаг Казахстана на мировом пьедестале. И не зря их фотографии сегодня в начале выставки. Выставку спортивных достижений организовали в канун Международного Олимпийского дня, который отмечается 23 июня. Открыли ее юные гимнастки. Они выступили с показательными номерами. А затем здесь подвели итоги за текущий спортивный сезон. После посетителей пригласили на второй этаж, где представлено более 200 экспонатов. Среди них фотографии, кубки, медали и спортивный инвентарь. На выставке есть и личные вещи спортсменов. Североказахстанцы смогли познакомиться с достижениями спортсменов советского и современного спорта. В преддверии Международного Олимпийского дня, который проходит 23 июня, у нас в Кровеческом музее открыта выставка «Быстрее, выше, сильнее». Не случайно ее так назвали. Это девиз первых Олимпийских игр. Любой спортсмен считает нужным попасть именно на Олимпийские игры, чтобы представить свою страну на этих играх. О том, что открытие такой выставки – событие для региона, говорил руководитель Управления физической культуры и спорта Руслан Исиналин. Очень большое событие для нашей Североказахстанской области, потому что здесь собраны экспонаты по всем видам спорта, которые культивировались еще с 20 века. Это победа наших паралимпийцев. Незерно создан клуб для людей с ограниченными возможностями УМИД в нашей области. Теперь выходцы этого клуба завоевывают очень высокие места на международной арене и являются гордостью не только нашей области, но и Казахстана. На выставке побывали и сами спортсмены. Один из них – паралимпиец, мастер спорта по триатлону Олексий Солятин. Я участник паралимпийских игр Турина, Ланкувера, зимних. Участник многих забегов, марафонов, сверхмарафонов по России, по Казахстану. Занимаюсь спортом с детства, с трех лет. До сих пор веду здоровый образ жизни. Не пью, не курю, никому не советую. Наград у Олега Сосолятина немало. Такой человек – пример для всех. А его успехи – это доказательство того, насколько можно быть сильнее своей судьбы. Выставка в областном критическом музее будет работать до 23 июня. Денис Севков, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.